Видите пешеходный переход? Скорее всего нет. А он там есть. Дорожные знаки перехода спрятаны за деревьями. Водители не сразу могут их заметить. Подъезжая ближе, просматривается зебра. И только уже возле нее из-за веток начинают появляться знаки. Припаркованные машины тоже закрывают обзор. Водители не видят пешеходов, стоящих на тротуаре. Подобных мест в городе достаточно. Водителям нужно помнить об этом и быть всегда на чеку. По возможности замедлять движение и лишний раз посмотреть, не выйдет ли кто-то из-за машины. Просто летают все как дебилы. И некоторые останавливаются, некоторые могут не остановиться. Сбить могут. Ну это очень проблематично. Надо специально идти. Приходится. И они только тогда останавливаются. Пешеходы говорят, чтобы перейти дорогу, нужно начать идти. Иначе автомобилисты могут либо не остановиться, чтобы пропустить, либо не заметить, что человек желает перейти дорогу. Среди пешеходов, конечно, есть и водители. Они часто также страдают от неудобных ситуаций на дорогах города. Иногда делают пешеходные переходы, вот прям на повороте сразу. И не видно, вот когда ты едешь, не видно пешехода совсем. То есть ты смотришь, как бы там тебе проехать, не проехать. И еще надо посмотреть, идет ли там пешеход. Поворот на Кремлевском валу как раз относится к такому опасному месту. Здесь ненадежно чувствуют себя как пешеходы, так и водители. Но к этой зоне опасности горожане в основном привыкли. Люди переходят дорогу внимательнее, машины едут аккуратнее. Но может случиться и так, что сюда попадет приезжий, не знающий, насколько опасен этот поворот. А это место и вовсе однажды привело к трагическому исходу. Два года назад молодой человек, управляя Ладой, сбил сразу трех женщин. Одна погибла на месте, другие получили серьезные травмы. Сейчас обстановка на этом перекрестке остается напряженной. Большой поток, ограниченный обзор. Для автомобиля автошкол это и вовсе запрещенное место. Иногда машинам приходится двигаться на этом пешеходном переходе, завершая маневр, как только его перейдут люди. А ведь другие могут выскочить на дорогу неожиданно. Бывает в нашем городе и такое. Да, человек явно не может передвигаться вертикально. Но и для этого маршрута он выбрал даже не пешеходный переход, а проезжую часть. Так что водители, будьте внимательны. В Рязани можно столкнуться с любой экстремальной ситуацией. Выезжая на дороге города, помните, люди могут появиться на проезжей части где угодно, даже перелезая через отбойники. Но особое внимание нужно уделять пешеходным переходам. Это в первую очередь ваше здоровье, нервы и здоровье окружающих вас людей. Пешеходы также будьте более бдительными. Пользуйтесь только пешеходными переходами.